МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Наши новости начинают свою работу в эфире в студии Елена Кузовкина. Здравствуйте. На Алтае завершилась вакцинация против гриппа. Прививки поставили больше миллиона жителей края. Напомним, вакцинация проходила за счет средств федерального бюджета. По планам, ею нужно было охватить не меньше 45% населения региона, чтобы в разгар эпидсезона не началась эпидемия гриппа. Привилось в итоге даже немного больше жителей края. В основном это взрослые. Сейчас на Алтае зарегистрировано больше 12 тысяч случаев РВИ. В основном болеют дети. Что касается гриппа, то пока нет ни одного зарегистрированного случая. Вспышку опасной инфекции ожидают после новогодних праздников. Алтайские силовики начали расследование по одному из самых громких коррупционных дел последнего времени. Уже прошли первые допросы по делу Вадима Надводского, начальника антикоррупционного отдела МВД по Алтайскому краю. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Надводский был задержан у себя дома и решением суда помещен под стражу, хотя сам обвиняемый просил оставить его под домашним арестом. Его обвиняют в том, что в июле-сентябре текущего года он получил взятку в размере 5 миллионов рублей от одного из предпринимателей. Денежные средства получены за незаконные действия начальника управления в виде дачи указаний подчиненным сотрудникам о прекращении проведения оперативно-розыскных мероприятий и иных проверок возможных нарушений закона в деятельности возглавляемых бизнесменом предприятия. Примечательно, что Вадим Надводский последние 12 лет руководил управлением по противодействию коррупции. В частности, вел громкое дело из урудной страны. Но вот сам, видимо, казался не без греха. Задержание столь значимого должностного лица плод усилий сразу нескольких ведомств. Факт нарушения выявили сотрудники ФСБ совместно с Управлением собственной безопасности МВД. Само дело ведут специалисты Следственного управления Следственного комитета по Алтайскому краю. Добавим, что по сообщению некоторых СМИ Вадим Надводский уже признал свою вину в получении взятки. Правоохранители предполагают, что, возможно, факт подкупа полковника был далеко не единственным. Экологические службы края выявили ряд серьезных нарушений в работе Черемновского завода. Исследования Роспотребнадзора показали, что предприятие по переработке сахарной свеклы регулярно сбрасывало отходы производства в местное озеро. Поводом для проверки стали жалобы местных жителей Черемнова. Люди сообщили, что поселок постоянно подтопляют сточные воды. На всю округу стоит резкий зловонный запах. Да и рыбу ловить уже не приходится. Есть ее невозможно. Слишком сладкое. Ну вот, что-то большим напором сливается в озеро. Я не думаю, что это чистая вода, которая не вредит озеру. Тут вот с пеной даже все выходит. То есть это не холодно, это что-то горячее. Лабораторные исследования показали, что уровень вредных веществ в воде превышен в несколько раз. Теперь предприятия за незаконные выбросы ответят в суде. Роспотребнадзор передаст материалы проверки вместе с исковым заявлением. Более 13 миллионов рублей собрали в этом году на лечение детей из Алтайского края. Такие цифры прозвучали в правительстве региона на подведение итогов благотворительного марафона «Поддержим ребенка». В этом году получили помощь 230 детей больных ДЦП, 46 слабослышащих, 136 диабетиков и не только. Их лечение очень дорогостоящее. Необходимы деньги на операцию, препараты, перелеты, проживание. Для многих семей суммы неподъемные. На протяжении 9 лет различными благотворителями, организациями, предприятиями и просто неравнодушными гражданами на поддержку больных детей собрано уже более 111 миллионов рублей. И помощь и поддержку получили более 7 тысяч детей. Средства поступают от компаний, организаций, министерств, сельских хозяйств и просто от обычных людей. Кстати, марафон «Поддержим ребенка» приурочен к всемирной акции «Щедрый вторник», который ежегодно проходит 27 ноября, в Международный день благотворительности. Команда броноульских спортсменов в очередной раз стала лучшей на открытом первенстве по интернациональной тэквондо-федерации. За звание победителя боролись 200 спортсменов со всей Сибири. Когда на меня нападали, я отдавала юбчак в живот, и они не могли на меня нападать. У меня сегодня не получилось в тулях обычных. Я проиграла, но я не расстраиваюсь. По тулям, то есть выполнению личной техники, броноульцы выбились в лидеры на первых же минутах. А вот в спарринге нашим спортсменам было сложнее. Интернациональная тэквондо-техника предполагает минимальную защищенность участников. Ставку делают на точечные и быстрые удары ногами и руками. По словам президента федерации Дмитрия Савельева, в технике боя спортсмены ловили соперников встречными контратаками. В результате золота первенство взял Брнаул, второе место у Новосибирска, третье у Омска. И в завершении выпуска о погоде спонсор прогноза погоды – туристическая компания «Авиафлот». Забронируй новогоднюю сказку с компанией «Авиафлот». Туры в любую точку мира. Забронируй новогоднюю сказку в «Авиафлот». Специальные предложения по турам в любую точку мира. 226666 сайт авиафлот.ру В крае переменная облачность, преимущественно без осадков. Минус 8 в Олейске, Заренске, Изминогорске. До 10 градусов мороза в камне на обеи Кулунде. В Брнауле 7 ниже ноля, без осадков и слабый юго-западный ветер. Напоминаю телефон редакции в Брнауле 722 440. Но полная картина дня в нашем вечернем выпуске. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин